Вечер во Владимире продолжает свою работу. Я рада приветствовать нашей студии по традиции во вторник главного редактора газеты Владимирские ведомости Юлия Гущуна. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена, и здравствуйте, телезрители. Итак, что уже в четверг мы увидим в печатном выпуске газеты? Четверг, 25 марта. Номер практически готов, несмотря на то, что сегодня только вторник. Остались буквально новостные полосы, свободные для новостей. И готовы анонсировать, и первая наша тема такая многолетняя, появляющаяся как подснежники после зимы, шлагбаумы и заборы в городе Владимире. Но, в принципе, они появляются повсеместно в достаточно большом распространении, не только во Владимире, но во Владимире это, конечно, наиболее заметно, потому что и город большой, и застройка более плотная. И наш корреспондент Ирина Игнатова вместе с фотографом Натальей Лариной проехались в очередной раз по городу. Так что у нас заведено, мы периодически делаем променаду по городу по разной тематике. И, в принципе, конечно, не выезжая даже за пределы редакции, мы на планерке с коллегами все такие самые яркие, горячие точки уже определили каждую у себя во дворах. Тех территорий, которые мы там максимально часто посещаем, общественные территории, пространства, поликлиники. И на самом деле ситуация такая удручающая. Я всегда, когда пытаюсь понять, правильная какая-то ситуация или нет, стараюсь ее в голове довести до критического состояния, до абсурда, так скажем. Вот если представить, что каждое здание со своим собственником поставят забор и шлагбаум, ну вот каким будет наш город? Юля, ну мне кажется, мы близки к этому. Мы очень близки к этому. И на самом деле есть определенные правила установки. Естественно, если это жилой дом, это должны принять решение собственники на квартирного дома ставить или не ставить. В каких-то случаях выполняются различные нормы, где-то бывают незначительные нарушения. Но как такового реестра заборов и шлагбаумов, в принципе, город не ведет, но и обязанностей у них такой нет, поэтому и не ведет. И законодательно, на мой взгляд, недостаточно. Этот вопрос урегулирован, но не думали, наверное. Но вот я думаю, что уже давно пора подумать, потому что определенные неудобства существуют. Но и вопрос безопасности здесь всплывает. Вот, кстати, по поводу безопасности. Ваше мнение. Для чего выполняют ли, какую функцию они вообще выполняют эти заборы? Вот действительно, скажут, наверное, первая функция – это безопасность. Вот являются ли они, выполняют ли они функцию безопасности? Ну, у нас различные могут быть ситуации опасности, смотря где эта ситуация опасности возникла. Если мы немножечко назад, на несколько, даже больше 10 лет назад заглянем и посмотрим, откуда вообще это взялось. Было изначально у тех же школ, например, вокруг школ поставить забор. Когда эта ситуация началась? Эта ситуация началась в тот момент, когда была достаточно сложная ситуация в стране. Были теракты на территории Беслан, мы все помним. И именно после тех событий появились законодательные нормы, когда вокруг образовательных учреждений должны обязательно появляться заборы. И если забора нет, это большое наказание для директора школы. Там давались какое-то количество времени на их установку. Но вот, насколько мне известно сейчас, вокруг каждой школы должен стоять забор, и территория должна закрываться. Если вот с точки зрения въезда какой-то техники, ну, наверное, забор как-то ее там приостановит. Если мы закрываемся от соседей, от соседних домов, а это чаще всего именно так и происходит, что жители в связи с тем, что большое количество автомобилей начинают загораживать от соседних домов, чтобы там соседнего дома не ставили на их парковку, потому что парковок не хватает везде. И в очередной раз мы вспоминаем все прелести нашей точечной застройки, когда не планируются ни парковки, ни детские площадки. И зачастую, когда вот один из героев репортажа говорит, что раньше жили все сосед, сосед был друг. Сейчас, конечно же, это не так. Потому что мы все загораживаемся, да, и если говорить какой-то микрорайон, раньше все было открыто. Детские площадки, если нет на территории этого дома площадки, есть соседние дворы, можно пойти туда с ребенком погулять. Сейчас это сделать невозможно. Ну, наверное, какие-то здесь логически рациональные зерна есть, но когда вот устанавливается забор, а мы же, ну, как русский человек привык, он не привык ходить по дорогам, он привык, да, какими-то тропинками, дворами. Нет, но иногда даже приятно прогуляться дворами. Иногда это удобно для прогулки, не вдоль дорог, где транспорт едет. Сейчас в большинстве случаев это сделать невозможно, потому что все перегорожено. И если не очень хорошо, надеюсь, для ситуации этих заборов шлагбомбантов еще обойти можно в городе, то пойдешь в протаренной дорожке, уткнешься в забор, и придется еще больше крюк делать, обходить. Ну, вот такой выезд по городу девочки сделали, и большое количество фотографий здесь. И что касается безопасности, то здесь вот касаемо, да, проезда, например, специальной техники, скорая или пожарная, если, например, на территории дома, который вот так вот полностью огорожен. Ну, или даже шлагбаум стоит, он может быть не огорожен, стоит на дороге шлагбаума. Стоит шлагбаум, специальная техника проехать не может. Ну, если еще там скорая, можно как-то донести на носилках, на каких-то критических ситуациях. Но это тоже неправильно. Это неправильно. А пожарная машина, пожар к пожарной машине точно не донесешь. Это дорогие шлагбаумы, и что-то подсказывает нам, что вряд ли именно такие шлагбаумы во всех дворах и стоят. Но в связи с тем, что никто вот так системно все подряд не проверяет, я думаю, что ситуация, ну, такая достаточно проблематичная и плачевная. Если вот полностью рейд по городу организовать и проверить, как открываются шлагбаумы и как открываются, разблокируются ворот, я думаю, что можно много будет протоколов составить. Но в настоящий момент не урегулирован вопрос полностью, так скажем, хозяев этих сооружений. Кто отвечает за шлагбаумы, кто отвечает за заборы, кто контролирует их. Ну, вроде отвечают те, кто поставили. Есть ситуации в городе, где несанкционированные жители поставили. И там различного рода процедуры тоже происходят по решению, что же с ними делать, оставлять или убирать. Ну, вот такой у нас получается город заборов. И дальше-то, если прогнозировать, тоже не очень утешительно, потому что точечная застройка продолжается. И, соответственно, ограждение домов точно-точно также будет продолжаться и закрыванием территории. В одном, на Нижнем Дуброве, дом рядом с парком Дружба, там тоже вот большое количество домов жилых, и также загорожена территория, если рядом, также там помойка для того, чтобы мусор выносить. И если раньше там жители ходили напрямую, то теперь, чтобы вынести свой мусор, нужно огромный-огромный крюк сделать. Ну, это тоже не очень удобно. Как-то вот мы друг от друга спрятались, закрылись. Наверное, как-то надо быть дружелюбнее, что ли. Хотелось бы сказать, что хочется верить, что заборов будет меньше, но нет, к сожалению, нет. Заборов будет больше. И, ну, да, здесь как-то, получается, как-то непонятно, чем это закончится, и как это решать, и как на самом деле правильно. Вроде бы и с одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень понятно. И здесь параллельно у нас еще, пока мы делали вот этот рейд, возникла такая проблема, как парковки рядом с учреждением здравоохранения. Вот на фотографиях была детская поликлиника на Пушкино. И все, кто имеет маленьких детей, и даже уже не маленьких, а взрослых, она там давно стоит, да, знают прекрасно, какая там территория. Совершенно там на пять машин то, что перед самой поликлиникой еще и загорожено забором, большие дома она строили рядом, огромные, высокие. И, естественно, большое количество детей обслуживает поликлиника, большое количество машин. И не только детская поликлиника на Пушкино с такой проблемой, так скажем, да. Следующая тема, мы продолжаем наш проект «Герои земли Владимирской». Еще раз расскажу, и даже, наверное, еще подробнее расскажу. Сегодня проект мы запустили 1 марта, у нас на страницах газеты выходит публикация о героях. Ну, мы все знаем, что у нас этот год, это год Александра Невского, и вся страна празднует его 800-летие. Для нашей области Александр Невский, вообще, так скажем, наш герой, да, наша ключевая историческая фигура. Но мы решили, что, наверное, будет очень здорово и хорошо наряду с Александром Невским вспомнить еще героя каждого района. Потому что у нас наша земля славна героям, Владимирская область такая кузница кадров героических. И на территории каждого района есть, конечно, герой, и не один. Мы пообщались с каждым районом, составили свой список героев совместно с ними. И вот Андрей Ливанидов, о котором материал уже в этот четверг один из этих героев представляет, Ковровский район. И большое количество мероприятий мы, на самом деле, запланировали. Давайте о мероприятиях чуть позже, мы ненадолго прервемся. Так, возвращаемся к проекту. Мероприятия. Вы сказали, что очень много мероприятий. Да, очень много мероприятий запланированы. И, конечно же, мы прекрасно, и все прекрасно понимают, что Владимирские ведомости не такая большая организация, чтобы так вот масштабно охватить. И нам, конечно, нужны были помощники. И здесь вот с радостью к нам подключилась партия «Единая Россия». Мы очень благодарны за то, что они нам помогают в организации и даже по самым каких-то спонсорских вопросах. Поэтому, пользуясь случаем, мы хотим сказать спасибо и в большую благодарность. Касаемо мероприятия, у нас разработана 21 историческая игра в виде квизов. Нам Роман Немов помогает в этом, который состоит из 7 туров. И 6 туров для всех районов одинаковы, а один тур про каждого героя на территории, район, в котором будет проходить эта игра. Игры ориентированы на школьников 9-11 классов. Но мы планируем проведение с этими школьниками. А вообще, в принципе, проводить можно с любого возраста. Читать умеешь, уже можно играть и до бесконечности по возрасту. Мы оставим эти квизы в районах, они смогут пользоваться и на методических каких-то мероприятиях. Это практически подготовка к ЕГЭ по истории, да? Не скажу, что подготовка к ЕГЭ, потому что на самом деле здесь подход такой, вот для того, чтобы заинтересовать. Не для того, чтобы проверить знания, детей знают они или нет, а для того, чтобы эти знания новые дать. И Роман, конечно, очень творчески подошел к разработке игры. Я уже частично некоторые туры видела. И нам с коллегами очень понравилось. И мы планируем это сделать максимально широко. И в этом, конечно, нам очень помогают муниципальные образования. И за эту помощь мы тоже хотим сказать спасибо. И самым таким вот эпическим моментом, когда мы у нас, мы в прошлый раз говорили, что у нас запущены аккаунты в соцсетях, это контакт Инстаграма, ТикТок. Плюсом мы проводим краеведческие квизы, подарками для которых будут разработаны краеведческие лото, тоже об этих героев. Это вообще такой уникальный будет продукт для нашей области. Я думаю, что его можно даже в качестве туристического использовать, сувенира. И после этого мы выходим на голосование за героя. И, конечно, с учетом коэффициентов, в зависимости от населения каждого района, каждый район сможет проголосовать за своего героя. И победитель получит граффити героя у себя в районе. Вам надо было голосование делать, как в Евровидении, то есть чтобы тот район не мог голосовать, а только... Ну, каждый за своего. Здесь будет такая активность, очень приветствоваться. И мы рассчитываем на то, что ребята, конечно, которые вовлечены, они смогут и сами зажечь, и родителей своих здесь подключить. Вот такого рода проект. Ну, вот на страницах газеты мы еженедельно публикуем материал, получил полосный Александр Звездков огромную краеведческую работу провел. Он прям вот, не знаю, основной, наверное, работник проекта в данном случае. И подготовил материал о таком известном генерале Андрее Ливанидове, который у нас представляет Ковровский район, там село Павловское, там была его усадьба. Но для того, чтобы победить в квизе, допустим, обязательно стоит прочитать газету? Обязательно нужно прочитать газету, да, и увлечься для того, чтобы максимальное количество своих краеведческих знаний показать. Хотя вопросы разнообразные, но для Ковровского района тур по Андрею Леонидову разработан, и его ребята смогут увидеть воочию. Ну и буквально минута, успеем еще. Да, и это что касаемо проекта, мы призываем всех следить за новостями проекта в соцсетях. И последний материал для анонса – это наши питомцы, точнее уже не наши, а наших друзей, питомец, радиоведущий Ирина Сергеева. И вот такой прекрасный песик. Зовут его Клёпа. Ирина с ним делает различные истории в Инстаграме, и Клёп, в принципе, герой Инстаграма. Да, я как раз хотела сказать, что видела я этого питомца у Ирины в Инстаграме. Да, 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 там мы его и нашли. Очень забавный песик, такой прям пушистый, интересный. О всех его особенностях Ирина рассказывает в материале о том, как они стали вместе жить и существовать в Инстаграме. Кто более популярен, Ирина или ее питомец. Поэтому также приглашаем всех к прочтению этого материала. Ну что же, эти и много других эксклюзивных материалов во Владимирских ведомостях. Уже в четверг. А я напоминаю, что наши гости сегодня главный редактор газеты Владимирские ведомости Юлия Гущина. Юлия, спасибо вам. Спасибо, Елена. До свидания.